В эфире Петровка 38, в студии Александр Вилогуров. Здравствуйте. 17-летний житель Новой Москвы наглядно продемонстрировал, что ради славы готов на всё, даже рисковать жизнью. Для этого он отправился с приятелем в столичную подземку. Как только поезд останавливается, на крышу запрыгивает молодой человек. Его товарищ снимает опасный трюк на камеру мобильного телефона. Сальто назад, и вот рискованные кадры сделаны. Однако вместе с сомнительной славой к хулигану пришли сотрудники полиции. Сотрудники управления внутренних дел на московском метрополитене установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. 17-летний житель Новой Москвы рассказал, что опасный поступок совершил для размещения видеозаписи в социальных сетях. Теперь трюкачу предстоит подумать, стоило ли рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров ради так называемого хайпа В отношении злоумышленника составили административный протокол. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Один телефонный звонок и визит незваных гостей обошелся 73-летней жительнице Серпухова в 2,5 миллиона рублей. Пенсионерка поверила в популярную среди мошенников аферу. Две злоумышленницы, как по нотам, разыграли спектакль в квартире у пожилой женщины. И все ради того, чтобы усыпить ее бдительность и завладеть накоплениями. На помощь обманутой женщине пришли полицейские. Репортаж Дмитрия Орлова. Конец весны. Две женщины на крыльце многоэтажного дома терпеливо ждут, когда им откроют дверь. Обе в медицинских масках, одна из них с телефоном в руках. Дамы торопятся в гости к пенсионерке. Встречу с ними она запомнит на всю оставшуюся жизнь. Установлено, что в мае прошлого года на стационарный телефон 73-летней местной жительницы позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудница пенсионного фонда. Она сообщила о полагающейся надбавке к пенсии и о том, что для подготовки документов подойдут ее коллеги. А эта запись сделана спустя 7 минут. За это время подруги стали богаче на 2,5 миллиона рублей. Именно такую сумму одна из лжесотрудниц пенсионного фонда нашла в комнате. В это время вторая самозванка находилась с жертвой на кухне. Помогала ей заполнять никому ненужные заявления. После того, как деньги перекочевали из шкафа пенсионерки в карман воровки, незваные гости удалились. Как только пенсионерка обнаружила пропажу денег, сразу обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали одну из предполагаемых преступниц. 46-летнюю, ранее судимую жительницу Владимирской области. А что вас задержали сотрудники полиции? Сказали, жалуются заседе. Потом сказали, что кража. Кража чего? Деньги. Полицейские ищут вторую подозреваемую. Обе будут отвечать за кражу. Куда они дели деньги пенсионерке, устанавливается. Дмитрий Орлов, Арсений Лариохин, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеобзоре криминальных происшествий. В аэропорту Пулково сотрудники таможни изъяли тритонны растения, занесенного в Красную книгу. Радиолу розовую, также известную как золотой корень, злоумышленники пытались вывезти в Дубай по подложным документам. Это растение обладает целебными свойствами и используется в народной медицине. Партию золотого корня стоимостью 10 миллионов рублей задекларировали как фито-чай из облепихи и шиповника. Решаются вопросы возбуждения уголовного дела по статье контрабанда. В Рязани помощь врачей понадобилась мужчине, который пришел в магазин и едва не расстался с жизнью. В торговый павильон врезался автомобилист. Он не справился с управлением. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выяснили, водитель иномарки был пьян. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. Уровень алкоголя в 6 раз превысил норму. Налихача составили протокол об административном правонарушении. Проверка продолжается. В Уссурийске сотрудники полиции с поличным задержали двоих граждан, которые выдавали имитированную красную икру за настоящую. Продукт сомнительного качества в основном сбывали пожилым людям. Поддельная икра была похожа на настоящую и стоила недорого. Поэтому покупателей было много. В ближайшее время парочка предстанет перед судом. Обоим грозит солидный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. В Абакане сотрудники уголовного розыска с поличным задержали 45-летнего мужчину, который был курьером в банде телефонных мошенников. Злоумышленник вышел с деньгами от очередной жертвы и оказался в наручниках. На совести задержанного как минимум пять обманутых пенсионеров, у которых аферисты выманили более миллиона рублей. Всем потерпевшим они рассказывали легенду о попавшем в ДТП родственнике, для спасения которого срочно нужны деньги. Полицейские ищут всех участников преступной группы. Кировские полицейские задержали самого обаятельного и привлекательного афериста. Мужчина влюблял в себя женщину и потом ими манипулировал. Его сердце было каменным, а совесть нечистой. На чувствах одиноких дам и даже их подружек подозреваемый не только играл, но и зарабатывал. Юлия Ковалева разбиралась в тонкостях взаимоотношений афериста со своими жертвами. Лавеласа афериста задержали, когда он шел на свидание к очередной своей жертве. Обычно мужчина знакомился с женщинами в социальных сетях, но больше предпочитал подходить к одиноким дамам в кафе. Рассказывал, он вдовес, успешный бизнесмен из Москвы. Есть своя фирма и гражданство Германии. Привлекательный незнакомец моментально располагал женщин к себе и вызывал доверие. Впечатленные дамы довольно быстро влюблялись и вскоре были готовы на все ради импозантного кавалера. К примеру, одну из потерпевших женщин он убедил вложиться в развитие его бизнеса, который на самом деле не существовал. Другой обещал пригнать из Германии автомобиль премиум-класса по выгодной цене. За качественный немецкий автомобиль потерпевшая отдала аферисту миллион рублей. Я хотела с ним заключить договор, но так как он все спешил, спешил, говорил давай быстрее, 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 перейдут границу, нужны будут валюта. И таким образом я в течение недели переводила ему деньги за машину. Но иномарка из Германии до России так и не доехала. Более того, машины и вовсе не существовало. Аферист придумывал все новые легенды для своих возлюбленных. Уже известно о шести обманутых женщинах. Ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. В чем подозреваетесь? В мошенничестве. Виновность я считаете? Не знаю. Романтические приключения героя-любовника закончились. Сейчас он в СИЗО. За мошенничество в особо крупном размере мужчина может угодить в колонию на 10 лет. Полицейские разыскивают других жертв афериста. Юлия Ковалева, Арсений Лариохин, Петровка, 38. Житель Новосибирской области отправился в путешествие из одного города в другой на машине. А чтобы в пути не было скучно, решил поднять себе настроение крепкими спиртными напитками. Однако его веселого настроя не разделили ни другие водители, ни госавтоинспекторы. Про путешествие, которое закончилось в отделе полиции, в материал Аллы Смотриковой. Сообщение о дежурной части. По автодороге из Алтайского края в Новосибирск на запредельной скорости мчится иномарка. Несколько очевидцев уже чуть не попали в ДТП от выражения адекватного водителя. Госавтоинспекторы вычислили нарушителя. По земной подъезжаем к лобу. Он подвесит идет. Требование остановиться для водителя – пустой звук. Вместо этого он только прибавил скорость и снова принялся исполнять опасные пируэты на дороге. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Останавливайся, покорелять буду. Останавливайся. Первый выстрел в воздух, второй уже по колесам. Но даже с пробитой шиной водитель пытался уйти от преследования. Тут в погоню вмешался очевидец. На своей машине он буквально прижал иномарку нарушителя к обочине. Деваться злоумышленнику было некуда. У вас установлено состояние алкогольного пенения в концентрации 0,620 мг на литр. В отношении у вас составлен административный протокол по статье 12.8, части 1. Оказалось, за рулем был 39-летний мужчина. Он был настолько пьян, что с трудом понимал происходящее. За ночной дрифт мужчину арестовали на 10 суток, а машину отправили на штрафстоянку. В лицейские сделали все, чтобы безответственный водитель больше не сел за руль. Они собрали все необходимые материалы и уже передали их в суд, чтобы мужчину лишили водительских прав. Полицейские не оставили без внимания водителя, который помог им при задержании. 19-летнего Андрея Савенкова пригласили в управление МВД по Новосибирской области. В Рио начальника новосибирского главка Кирилл Травин вручил молодому человеку грамоту и ценный подарок за активную гражданскую позицию и помощь в задержании злоумышленника. В Санкт-Петербурге полицейские задержали неадекватного водителя, для которого пешеходы на дороге словно кегли. Вот на одном из перекрестков люди идут по пешеходному переходу. Но человек за рулем черной иномарки, видимо, считает, что он хозяин дороги. Он спокойно, не спеша, въезжает в толпу людей и после этого ускоряется, чтобы скрыться с места. Вместо аварии пострадавшие граждане покинули самостоятельно. Однако позже одна из женщин обратилась в медицинское учреждение. Сотрудниками госавтоинспекции остановлен указанный автомобиль Ниссан Альмера под управлением 42-летнего гражданина. Нарушителя доставили в отдел полиции. Мужчине предъявили несколько обвинений, в том числе за то, что он оставил место ДТП. А у меня на этом все. До встречи. Продолжение следует...